Так, ну что ж, у нас есть хостинг, у нас есть домен. Теперь нам нужно разместить нашу прокладку на хостинг, чтобы уже была возможность получить ссылку, которую мы будем рекламировать. Для этого переходим по ссылке FileZilla, она будет под этим видео, и скачиваем бесплатный FTP клиент. Это с помощью этой программы мы будем заливать файлы на хостинг. Нажимаем закачать, она скачивается на ваш компьютер, после этого вы ее запускаете, стандартно устанавливаете. И вот такой вот значок появится на вашем рабочем столе. Нажимаем на него, и вот смотрите, здесь будут файлы, которые будут находиться в интернете на хостинге, а здесь файлы, которые у вас есть на компьютере. Для того, чтобы подключиться, чтобы у вас была возможность перекидывать файлы с компьютера на хостинг, нажимаем вот на, не на стрелочку, а вот на такой вот значочек в уголку. Нажимаем, и вот видите, смотрите, у меня уже есть мой блог, и здесь еще специальный сервис один я использую. У вас вот этого ничего не будет, вам нужно будет нажать на вкладочку «Новый сайт», вы вводите здесь название вашего сайта. Сейчас я его удалю и покажу на примере моего блога. Вот, вы создали ваш блог, и сюда вот нужно будет ввести название вашего хостинга без HTTP. Просто вот моделируйте, как у меня. Если у вас называется инфокурс.ру, то вводите инфокурс. Настройки делайте точно такие же, как у меня, тип входа нормальный пользователь, и пароль – это те, которые вам прислал хостинг после регистрации. Нажимаете сюда, вводите сюда имя пользователя, вводите сюда пароль, и нажимаете «Соединиться». И вот мы попадаем на файлы моего блога. Нажимаете на www, или у вас, может быть, сразу откроется. Вот, вот эта вот непонятная надпись – это и есть мой домен infoplus.rf. У вас будет ваше название домена. И вот сюда нажимаем, у вас здесь будет просто прокладка «Сово хостинга». Ничего не трогайте, вам просто нужно будет создать новый каталог. Сейчас я расскажу, как это сделать. Тут есть еще один такой нюанс. Если вы купили хостинг совсем недавно и подключились по FTP, вы сможете сюда залить файлы, но они не будут видны в интернете, потому что хостингу нужно там некоторое время, чтобы обработать ваш заказ и выделить вам время. Но сейчас это легко проверить, я расскажу, как. Итак, мы соединились, зашли, вот это вот будет название вашего домена, и правой клавишей мыши кликаем и нажимаем «Создать каталог». Ну, пускай это у нас там будет 99. Вы там выбирайте любое название, можно назвать его под партнер. Нажимаем, здесь пусто. Переходим вот сюда, где хранится наша прокладка. Выбираем наш файл с прокладкой. Давайте какой-нибудь найдем. Вот какую-нибудь институт карту. Допустим, это вот файл нашей прокладки. И перетягиваем просто его сюда. Все, наш файл скопировался. Теперь для того, чтобы посмотреть, как он выглядит, нужно сделать следующее. Давайте я покажу вам на примере моей прокладки. Вот в циферку 1 я создал каталог и залил сюда прокладку. Вот наш файл индексный. Прокладка будет, я дам ее бонусом, и вы ее просто зальете, предварительно отредактировав ее под партнерку, которую вы будете пиарить. Нажимаете правой клавишей, копируете адрес в буфер обмена, и Ctrl-V вставляете. И вот то, что, включая VVV, вот эту вот часть обрезаете. Выделяете и просто удаляете. И нажимаете вот. Вот видите, вот наша прокладка. Точно так же будет и с вашей, только здесь будет ваш дом. Ну и название вашей папки, которую вы захотели создать. И именно вот эту вот ссылочку мы будем рекламировать уже в дальнейшем. Как итог, то есть что вам нужно сделать? Нужно купить хостинг и домен. Нужно установить себе FTP клиент. И нужно залить вашу прокладку, которая уже заточена под вашу партнерку, на хостинг и домен, чтобы у вас в результате получилась вот такая вот ссылка. Именно ее мы будем пиарить. Так что действуйте. Продолжение следует...